Библейский портал экзегет.ру представляет Мы продолжаем наши курсы по изучению псалмов Давида, и сегодня мы переходим к 58-му псалму. Сегодняшняя встреча проходит в одной из аудиторий Нового собора Срединского монастыря, в храме Воскресения Христова, на мучниках-споведниках Церкви Русской. Ну а видеозаписи традиционно вы сможете найти на портале экзегет.ру. 58-й псалом. Данное писание Давида является самым ранним, как считают многие из псалмов Давида, и датируется временем преследования Саула. Яркие сравнения острого языка врагов с кинжалами из предыдущих псалмов 56-57 напоминают нам 8-й стих данного псалма. Вот они изрыгают хулу языком своим в устах их мечи. Заголовок псалма переносит нас к событиям, описанным в Первой книге царств. «Послал Саул слух в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра». Надписание псалма не говорит о том, что данный текст был написан в ту самую злополучную ночь, в которую Давид избежал смерти благодаря своей супруге Мелхоле, которая его предупредила. Подобное надписание лишь в общих чертах передают историческую основу для той иной библейской песни. Однако даже небольшой заголовок псалма может дать намек на его исторический контекст. До того, как Саул дал распоряжение всю ночь следить за домом Давида и убить его поутру, он, видимо, постоянно стремился избавиться от ненавистного юноши любым доступным ему способом. Прислужники царя, враждебно относящиеся к Давиду, видимо, предложили Саулу свою помощь. Живя в Гиве Вениаминовой, в городе, где была резиденция царя Саула, повторюсь, он именуется Гивой, Гива, Давид, видимо, ежедневно опасался смертельного удара от коварных врагов. По вечерам они выслеживали его, рыская по городу, и только к раннему утру опасность оставляла Давида, и тогда он прославлял Господа. Условно, Псалом можно было бы разделить на две части. Стихи 2 и 10, в которых звучит крик о помощи, и стихи 11-18, в которых выражается благодарность Богу. Теперь подробнее рассмотрим содержание Псалма. 2 и 5 стихи. В 4 стихе называются восстающие на меня сильные, кровожадные, которые воюют, как псы. Автор Псалма смущен тем, что злоумышленники преследуют его не за преступление мое и не за грех мой. Преследователи – это те, кто рабски исполняет приказ царя. Они бегают туда-сюда, словно нападая, и ставят себя на место. Окруженный группой убийц, Давид похож на осажденного. Он вздыхает и призывает Господа на помощь, а тот словно спит. 6 стих. Выражение «Ты Господи, Божий сил, Божий Израилев» насыщено разными божественными именами. Господь называется Богом сил, буквально Богом воинств. Такой титул ему дается и в других псалмах. Как считают некоторые исследователи, данный псалм, возможно, является одним из самых ранних памятников израильской поэзии, в котором встречается божественное имя Господь Саваоф, Господь сил. Дополнение «Бог Израилев» подчеркивает, что псалмопевец считает себя принадлежащим к народу израильскому. А раз он исключает из общества Израиля своих врагов, значит, те люди, которых он обозначает как «народ мой», это более узкая группа людей, чем жители израильских земель. В «мой народ» не входят язычники, в отношении которых Давид просит Господа. «Восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых». Седьмой, восьмой стихи. Не исключено, что эмиссары Саула – это наемные убийцы, возможно, даже иноплеменники, которые живут вне городских стен. Они не решаются напасть на Давида днем, и поэтому приходят в город, буквально возвращаются вечером, как ночные воры. Они рычат или воют, словно собаки. Там характерное слово, которое используется у пророка Исаии для обозначения «рычащего медведя». Так они воют. При этом они не хотят выдать себя громким лаем, но они бесшумно рыщут по территории города, чтобы в темноте окружить свою жертву и не дать ей возможности сбежать. В этом псалме встречаем дважды повторенные слова. «Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города». Они употребляются в 7 и 15 стихах. Эти слова свидетельствуют об очень сильном переживании автора. Он находится перед лицом опасности. Дальнейшее описание этих злобных псов следует в том же духе. Пена на губах их, в устах их мечи. Их рот переполнен клеветой на Давида, которой они оправдывают свою убийственную кровожадность. Они полагают, что никто не слышит. Но Господь, от которого ничто не может быть сокрыто, Он смеется над этой группой лиц, которые боятся света, приходят в темноте, а следовательно, не достойны быть частью святого Израиля. В 9-10 стихах реакция Господа обозначена смехом. Ты, Господи, посмеешься над ними. Подобная достаточно человеческая реакция Господа отражена и в других псалмах Давида. 10 и 18 стихи обыгрывают понятие сила. По 10 стиху сила у них, у врагов, а вот по 18-му сила со мной. Враги постепенно как бы теряют силу, а я ее приобретаю, «Потому что Бог мой заступник». Опять же, повтор этих слов в 10 и 18 стихах. Между строк мы угадываем такую мысль, осознавая собственную слабость, спокойно и смиренно я ищу твоего вмешательства, о Боже, силу. 11-12 стихи. Во второй половине псалма уже нет такого страха смерти, как в первой части. Напротив, в душе автора постепенно воцаряется надежда. Любящий меня Бог словно бежит впереди меня, предваряет меня, сам вступает за моих врагов. Молитва «Не убивай их» не останавливает гнев псалмопевца, который обращается к Богу с просьбой «разбросай их». Слово «разбросай» или по-другому «расточи» можно было бы перевести, как «заставь их бродить в беде или несчастье, сделай их изгнанниками и скитальцами по земле». Псалмопевец желает, чтобы злодеи были наказаны публично, и это наказание сохранилось бы в народной памяти. Подобные скитания в местах лишенных удовольствий испытали на себе сами сыны Израилевы, «Когда воспылал гнев Господа, и Он водил их по пустыне сорок лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних». Книга чисел. За русским переводом выражения «Господи, защитник наш» стоит совершенно военный термин «щит», буквально «Господь наш щит». Выбор слова «щит» объясняется тем, что искомая защита мыслится поэтам как армия богатырей, которыми Господь управляет как хозяин. Господь является щитом Израилевым против всех язычников и всех псевдоизраильтян, которые стали язычниками. Первая часть 13 стиха «Слово языка их есть грех уст их» имеет параллели с псалмами, описывающими времена Саула. А выражение второй части 13 стиха «Да уловятся они в гордости своей» напоминает нам выражение из литературы мудрости. «Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». В 14 стихе звучит более настойчивое требование. «Расточи, уничтожь, чтобы их не было». Это более серьезная просьба, чем предшествующие слова «рассей». После того, как наказание врагов стало для других предостерегающим примером, Бог призывается совершенно убрать их с пути. И то, что кровожадные псы во время скитания по пустыне не осознавали, что Господь наказывает их, то хотя бы во время погибели, они должны признать, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Выражение «до пределов земли» встречается в 47-м псалме. А указание на владычество Господа в Израиле в известной мессианской цитате из Михия. «Ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение из начала от дней вечных». 15-й и 18-й стихи. В них взгляд поэта возвращается к описанию преследующей его стаи собак, используя которых Саул охотился за ним. Убийцы, как не получившие насыщения, всю ночь бродят в поисках своей кровожадной пищи и не находят ее. Добычей должен стать сам псалмопевец, но их болезненные желания остаются неудовлетворенным. В противоположности, псалмопевец с раннего утра получает утешение в милости Господа. О том, что утешение в Боге может давать насыщение, говорит схожий стих из 89-го псалма. «Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши». Ночь страха прошла. Всю ночь до утра Бог был защитой и убежищем в день бедствия моего. Восемнадцатый стих повторяет слова десятого. Но с той существенной разницей, что по десятому стиху псалмопевец ищет прибежище в Боге, а по восемнадцатому он уже будет прославлять его, поскольку Бог моя сила, мой заступник, милующий меня. Выводы. Если проводить параллели с первой книгой царств, то есть повествование данного псалма связано с пехством Давида от разъяренного Саула. Однажды, когда Давид играл на струнном инструменте, злой дух напал на Саула, и тот метнул в Давида копье. Давид увернулся от копья и убежал от Саула. И тогда Саул послал своих слух в дом Давида, чтобы стеречь его и убить до утра. Давид спасся благодаря своей супруге Милхоле, которая спустила Давида из окна, а на его постель положила статую и покрыла одеждой. Когда пришли слуги Саула, она притворно сказала, что Давид болен. И таким образом бегство Саула было обнаружено поздно. Давид успел убежать далеко. И по мнению блаженного Феодорита, только к утру убийцы обнаружили осуствие Давида. Как и святитель Афанасий Александрийский, Феодорит Кирский считает, что Псалом может относиться не только к Давиду, но и ко Христу Спасителю. Ибо, как пишет Феодорит, «Блаженный Давид, взирая на злоумышление против него самого составляемого, и предвидя, что Бог Израилев, Создатель и Владыка всех, сущий от него по плоти, потерпит еще больше от иудеев, предрекает и призвание язычников, и рассеяние иудеев». Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok